Для начала, надо пусть он не исправит себе, покажет себя, проявит себя в немецких семьях. Как только это сказали, одна мать бросилась в сапоги немецкие, и стала обнимать немецкие сапоги и просить, чтобы ее девочку не забирали в Германию. Он ей сказал, что она не перенялась. Он сказал второй раз, что она не перенялась. Тогда он достает нога и при нас вложил в ногу. Три раза быстро ей сказал, что братья. На этом торжественная часть закончилась. Девочек, торжественная, я говорю в кавычках, девочек, он успел в этот поиск и увезли. Ночью в этих барабах, где солома, и очень много глобов, несколько месяцев спали. Обсуждая это событие, мама сказала, я к немецким сапогам кланяться не буду. Если тебя увезут, то не бойся, я тебя все выговорю. Ты только запомнишь, что то Ангелина, Ангелина, и ты из Народича. А наши придут вот, слышишь, каскады, Катюш, мы уже мысли, но они уже близко. И, действительно, больше никого не увозили, немцы, в начале, уже 45-й, вот это все, жители, конечно, голод был страшный. Есть хотелось даже во сне. Это не передашь ничем. Однажды, один факт, я много видела. Вдруг в Магерь привезли, привели двух мужчин с Алином. И сказали, сейчас будет меже. Мы до этого устроили виселицу, в Магерь, прямо в центре виселицу. В этом переводчик вскочил и сказал, эти двое из села Бескидна. Так я узнала, что рядом Бескидна, села Бескидна. Эти двое из села Бескидна. Они сняли каски с немецких Магерь и сделали начинку. Каска, вы понимаете, когда каска носила Бескидна, в Магерь, в Магерь. Каска, в Магерь, в Магерь, в Магерь. Они эти, с этих касок, сделали начинку. Вот эти двое, сказали, что теперь повеченные. Они перекрестились, поцеловали друг друга. И двое у них выглядело. Ну, а потом мы закапывали. А закапывали-то в чем? В картонку или бумагу давали. Больше всего, в мир, в сердце. А мы закапывали. То есть, видела столько, что... Я не могу вам рассказать. Да потом и спать не будете. Вот это все. Но самое интересное, ребята, началось потом. Немцы подросали, когда подходили наши. И двери стали открыты. Ворота открыты. Мы побежали скорее в лес, чтобы ягодки, что-то там. А идти-то не могли. И больше падали. Здесь сорокли опухоли последние степени. Потому что в последнее время воду доставали, пока могли. А потом и воду не могли доставить. Идюшим. Короче, почти начали. И вот меня освобождали. Несколько человек, меня, маму и сестренку, да маме, освобождали наши военные. Освобождали наши военные. И оделись с них, старший лейтенант, говорит... Вот он. Здесь он уже полковник. Говорит, возьмите документы. Вот немцы подросали. Ну как вас там? Что вы, понимаете? Возьмите документы, они вам пригодятся. То есть мы... Я, наверное, единственная пара, ничего, который везли в немецкий документ. Вот этот документ дал нам. Справка. Наги Алидор. Красикова я была Ангелина. Красикова-Томана. В общем, понимаете, вот это. Ну, потом он дал нам кусочку сахара. А дальше что? Поляки пришли в машину, погрузили нас. И очнулась я. Парсионал. И были большие часы. Через каждый час открывалось окошко, появилась... Появлялась девушка. И тарелка с толчкой, и нам по ложке добавили кормили. Поляки выхачивали, почвы вы нельзя понимаете. И потом, когда нас вылечили, и опять я тут пропускаю много событий, вылечили, мы впервые вылечили в город Лодзь. И дальше пошли, пожалуйста. И решили вдруг в городе. Подошли с остановкой. И вдруг на остановке... Мать видит, встречает, меня на руки подхватил военный. На руки подхватил военный. Как зовут тебе, я говорю? Я говорю, Ангелина. Ангелина меня зовут. Говорит, хочешь к маме пойти к нам в полк, к дочери. Ходишь сюда, будь там едва. Мама говорит, нет, нам надо король уж стоять. Нам нельзя. Нам, наверное, нельзя. Вот. Потом вот под пузылек. Он был жалкий. Больше мы его не видели. Ребята, прошло пятьдесят лет. И в восемьдесят пятом году на мое лечение не было. И обсуждались и есть ли Бог, и нет. Ну, в общем-то, разные телепатии. И у меня с вот этого, на эту тему разговор было. И сидел военный, я вдруг стала выступать. Но, наверное, что есть Бог, и приводила аргументы его существования. Очень важные такие аргументы. А он потом решил меня идти размножать. Ну, короче, ребята. Мы поженились, венчались даже в церкви. У него умерла жена, а у меня умер муж. Четыре двадцать лет прожили. Он и сидел. Был в Польше. Когда были немцы, сидел с сапожничом. Многих выявили, погибли. Но он остался щеком его патологии. Тут написано, что их прошел, он срезал, все хорошо. Пока. Так непонятно. Одdzせ гр Aqu reincarnation. Они SUSЧайные услуги. Один из пол worlds душ. Эта квартира не очень ув